АВАТАР Мне казалось, что на месте жюри быть гораздо проще, чем на месте АВАТАРа или на месте маски. Потому что ты все равно сидишь, наслаждаешься номерами. В любом случае, все равно так или иначе, где-то АВАТАРы могут пропалиться. И как-то это все гораздо проще всегда выглядело со стороны. Но на самом деле, действительно, это очень тяжело, потому что ты видишь каждого в разном АВАТАРе. Ты примеряешь всех артистов, знакомых блогеров, начинаешь слушать какие-то мелкие нюансы, смотришься в детали. И очень классная мимика у АВАТАРов. И они так круто выглядят, что действительно ты ими проникаешься, и ты в них влюбляешься. И лично мой фаворит на данный момент это Дымовенок. Он такой очень обаятельный. И он мне напомнил нашего Матвея с «Ты супер». И я сразу вспомнила Матвея и думала, боже, интересно, как он там. И сразу окунулась в шоу «Ты супер», в ностальгию. Поэтому, конечно же, шоу потрясающее. И я с большим удовольствием наблюдаю. И мне очень интересно, получится ли нас сегодня разгадать какого-то АВАТАРа. Мы часто с вами видимся на проектах «Вайт Медиа». И совсем недавно в проекте «Ярче звезд» были три девушки, которые показывали. Я видела, это было просто нереально. Я это видела еще до выпуска. И мне понравилось, насколько девчонки даже подобрали классные наряды. Но это нашим стилистам спасибо. Это стилистам, огромное вам спасибо, потому что действительно это прям как будто бы мои концертные наряды. Это так круто, девчонки так классно сняли манеру. И для меня, честно, они были такие одинаковые. Это наоборот хорошо. Это наоборот им хорошо, потому что они справились с задачей. И мне действительно очень-очень понравилось. И я теперь наблюдаю за этим проектом. Странный вопрос, но тем не менее. Вы участвовали до этого в шоу «АВАТАР». И за это время очень сильно пошли вперед технологии. АВАТАРы стали красивее. Очень. Не грустите ли вы? Грущу. Грущу, потому что действительно наши аватары, они выглядели чуть более, чуть не так натурально и не так реалистично, наверное, и не так настолько сказочно, как выглядят нынешние аватары. Но я знаю, что возможно такое, что может участник повторяться. Поэтому кто знает, кто знает. Надеюсь, что еще будут сезоны. И кто знает, может быть в каком-то аватаре я уже буду не Мэри Поппинс, а каким-то другим персонажем. Поэтому следите. Может быть, вы там меня и в будущем найдете. Встретимся через несколько лет. А может и через год. А может и в следующем году. А может и сейчас. Опа. Все, побежала переодеваться на следующий аватар. Датчики, датчики, датчики. У тебя сегодня на пиджаке подковы, тебе сегодня сопутствует удача. Мы нашли тебе невесту, наконец-то. Да, да. И у меня, более того, у меня две розовые ленточки, значит, две девушки. Ой, там еще и лошади. А там еще две лошади. Еще и лошади, да. Я амбассадор хобби-хорсинга. Амбассадор чего, прости? Хобби-хорсинга. Я тебе объясню потом. Кобылицы еще двух. Ну вот третья попытка. Ну неужели? Лера вообще не двигается. Я хочу быть прав. Первый луч, первый дождь, по осеннему Арбату ты идешь. Первый звук, первый снег, это песня о тебе и обо мне. Первый луч, первый дождь, по осеннему Арбату ты идешь. Первый звук, первый снег, это песня о тебе и обо мне. Двоякое чувство, безусловно. И больше грусть она из-за того, что не исполнено. Были подготовлены, ну просто изубительные произведения. Я уверен, что они никуда не пропадут. Никуда. Мы их куда-нибудь интегрируем. Мы что-нибудь сделаем. Мы сделаем что-нибудь классное. И это будет здорово, замечательно. Только по этому поводу. А так шоу, конечно. Но на мой взгляд, с какой-то стороны оно сложнее. Потому что, ну, во-первых, то одеяние, в котором находишься. Во-вторых, нету взаимодействия с публикой. Нету взаимодействия даже с жюри. Я их вижу на экране. Я их не вижу вот так. Я не могу моментально как-то... Не знаю, было сложнее. Врать не буду. Хотя там у Мандрила, естественно, то есть шоу Маска. Свои какие-то определенные сложности, да. И дискомфорт, и физическое ощущение. И то, что плохо видишь, но даже на уровне дыхания. Дыхание зала, дыхание жюри, которое у тебя не только здесь, но и вот как вот здесь, это помогало. Здесь такого помощника не было. Вы же видели, какие еще есть аватары? Чисто по красоте. Мы не будем говорить про людей. Нет, я говорю, что... Все прекрасные. Не берусь сейчас даже говорить, кто хуже, кто лучше, кто более прорисован или не прорисован. Одно уверенно могу сказать, что я смотрел предыдущие шоу вот просто с каждым сезоном. Я не представляю, что будет на следующий сезон. Я не представляю, до какого уровня можно дойти. Но это потрясающе. Это уникально. Это вплоть до движения. Я стоял там перед экраном, сбоку видел себя. И там, о, и так можно делать, и вот так можно делать. И моментальная реакция, и прорисованность. Глаза, рот, зубы не мои были, но не имеет значения. Но как бы очень круто. И все аватары прекрасны. Каждый прекрасен по-своему, прорисован, интересен. Вплоть до пластики и каких-то нюансов. Это сделано. Это низкий поклон замечательной команде, которая следит за каждой деталью, за каждым моментом, за каждым нюансом, в очередной раз White Media доказывает, что это не просто компания, а это лучшая компания в России, которая делает лучшие продукции, лучшие проекты на российском телевидении. Такой вопрос. За кого-то из оставшихся в масках будете болеть? За всех одновременно. Масок, да. Все равно маска. Буду болеть за всех одновременно. Желаю успехов, веселья, получайте удовольствие. Максимально старайтесь расслабиться, потому что это, наверное, самое главное в этом шоу. Первый луч, первый дождь, По осеннему арбату ты идешь. Первый звук, первый снег, Эта песня о тебе и обо мне. Ну, тот момент, когда мне не нравится моя работа. А то тот самый момент. Тальчин, Тальчин, простей, Тальчин. Я Марка обниму, а тут человек в шоке снарял. Так обидно, очень дорогой. Так обидно, просто. Я видела, что с тобой творилось за кулисами, как ты пытался подступиться и искупить свою вину. Как тебе после этого? Вину не искупить. Вину не искупить. И даже потом мы уже с Дианой, когда говорили, я просил прощения, и она говорит, вообще не за что. Я говорю, я плохой друг, я предатель. Предатель, и она говорит, ты меня не обидел. Нет, нет, но ты меня обломал. Я знаю, когда ты загораешься, когда ты в этом всем. И потом, бабс, снимайте масочку, господин хороший или госпожа хорошая. Слушай, тебя было еще обиднее? Тебя не угадали и сняли масочку. Это другая боль, конечно. Но, но с другой стороны, я все-таки прошел 9 программ. 9 программ маски, и это весь сезон «Аватара». Поэтому мне грех жаловаться, тем более, что я вообще туда в маску залетел, насколько я тогда знал, последний из масок, да. Переживал. Врать не буду. Я просто знаю, как Марк... Выпил. Выпил. Врать не буду, да, да. Я даже не представляю, если честно, вот так. Нет, ну не так, чтобы... Я просто представляю себе картинку, Марк сидит у дождливого окна, и ты... Нет, нет. Вот так близко к сердцу воспринимают наши члены жюри уход каких-то аватаров. Ну а как? А как? Я же вот, я не устаю это повторять. Это жизнь. Да. То есть, в этом, я думаю, что еще во многом секрет успеха этих шоу. Что мы тут не просто свои, как бы, функции отбываем. Мы живем этим, мы уходим, мы об этом думаем, мы подключаемся с сердцем, эмоционально всегда. Пожалуйста, все занимаем свои рабочие места. А мы занимаем свои рабочие места. Я вот думаю, я уже минут 5-7 хочу сказать свою версию, перебивают, не дают сказать. И думаю, не заслужили вы сегодня новой версии. Ой, слышишь ты? Ну пожалуйста, Марк! 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 Марк!